С безработицей в регионе начали бороться сообща. У работодателя Ненецкого округа появилась возможность самостоятельно обучать работников для своей организации при поддержке окружного бюджета. Соответствующее постановление появилось в регионе в конце августа. Согласно документу, предприятиям возместят затраты на организацию опережающего профессионального обучения как в Ненецком округе, так и за его пределами. Прежде всего, на обучение отправят безработных граждан, а также тех, кто находится под риском увольнения, либо уже уволен в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. Этим предложением уже заинтересовался Наринмар Дориемстрой. Предприятию всегда требуются квалифицированные кадры для строительства и ремонта окружных дорог. Сегодня в Наринмар Дориемстрой работает порядка 160 постоянных сотрудников. Кроме того, за сезон привлекают временных рабочих и различных дорожных специалистов. Ставку руководство предприятия делает в первую очередь на жители округа. Андрей Мартынов – один из самых молодых местных кадров. На предприятие пришел 4 месяца назад. Приобрести необходимые навыки молодому человеку помогли здесь же, не отходя от станка. После месячной стажировки Андрей стал полноправным водителем комбинированной дорожной машины, которая используется для содержания дорог. Работать приходится и в ночные смены, и даже сверхурочно. Уже более 6 лет в ДРСУ работает Анатолий Фролов – машинист автогрейдера. Необходимые навыки приобрел в армии во время службы на новой земле. Работает доволен и зарплату устраивает. У нас как две смены, кто в ночь, кто в день. На выходных еще по приказу, если там работа какая-то срочная. К слову, в ДРСУ сегодня трудится всего два грейдериста. Соответствующие техники, то есть автогрейдеров, на предприятии 4 единицы. Наринмар-Доримстроя регулярно подает сведения о вакансиях в центры занятости. На сегодняшний день на предприятии свободны 13 рабочих мест. В том числе требуется и машинист автогрейдера, а также машинисты самоходного катка с гладкими вальцами, погрузочной машины, машинист смесителя передвижного асфальтобетона, асфальтобетонного укладчика, фрезерной зачистной машины и экскаватора. К сожалению, среди местных безработных никто не обладает соответствующей квалификацией. Это и приводит к тому, что к работе привлекают специалистов из других регионов. Поправить ситуацию поможет окружная программа, которая призвана снизить напряженность на рынке труда Ниницкого округа. Ее суть заключается в обучении местных безработных под те вакансии, которые существуют на предприятиях при финансовой поддержке округа. Работодатель их может самостоятельно обучить, принять на работу на вакантные должности наших безработных. Это относится, подчеркиваю, только к безработным гражданам, либо работникам, находящимся под риском сокращения в этой организации. Работодатель может принять их на работу, безработных граждан, на имеющиеся вакансии, направить на обучение, обучить. И в соответствии с принятым порядком возмещения затрат организациям, утвержденным постановлением от 31 августа, постановлением администрации Ниницкого автономного округа, Центр занятости по договору возмещает затраты на это обучение. Согласно программе, каждому работодателю возместят затраты на обучение в размере 30 тысяч рублей на одного работника. Если это обучение проходило за пределами региона, работодателю возместят и расходы на проезд в сумме не более 10 тысяч рублей на одного работника. Учли также и расходы на проживание – 1 тысяча, 100 рублей в сутки и суточные в размере 100 рублей. По словам Ольги Кузьминой, новая программа – отличная возможность для предприятия получить нужных специалистов. Наринмар Доримстрой сегодня готов обучить дорожным специальностям порядка 20 безработных, в том числе и необходимых предприятию грейдеристов. Договор будет заключен, чтобы образование не пошло, потому что обучился и завтра уволился. Понимаете, то, что тут надо как-то поработать с кадровиками, с юристами, чтобы договор составить. Ну, что это было, там обучились настропольщиков у нас с Наринмарстроя, работали полмесяца и ушли за счет предприятия. Вот эти обучения и все. Ну, работы много, работать надо, ну и в основном, конечно, на местные кадры. С помощью новой программы по возмещению затрат на обучение безработных ДРСУ в скором будущем пополнит десятки местных кадров. Отмечу, что Наринмар Доримстрой сегодня один из самых привлекательных работодателей региона. То есть до 100 тысяч рублей, то есть получаю грейдерист. Их всего два у нас на предприятии, хотя у нас четыре грейдера, а два грейдериста. Две смены надо, понимаете. Для того грейдериста получать? Ну, конечно. По информации Владимира Низьева, средняя заработная плата на предприятии за 2015 год составила 63 тысячи рублей. Для сравнения, в 2014-м этот показатель был на уровне 47 тысяч. Ирина Цепитова, Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.